2 мая 2024 год. Слушайте, я разбираю сейчас видео по поводу прилета вот этих трех Атакамсов вчера по Луганской области, по российскому полигону, ну то есть по полигону, где российские оккупанты собрались. И что-то у меня даже в некотором замешательстве. Я полез посмотреть характеристики Атакамсов. Там площадь поражения 37-33 тысячи квадратных метров заявленная. Но то видео, которое я вижу, я уж и так проверял, и сяк проверял. Получается, что площадь поражения одного Атакамса около 200 тысяч квадратных метров. Чтобы вы поняли, что это такое, это получается, ну кто харьковчанин, это вот если ты станешь Кобл-Раде, Кобл-Совету спиной и до памятников бывшего Ленина, вся эта крупнейшая площадь Европы, площадь Свободы, бывшая Дзержинского, 7 таких площадей можно накрыть одним, одной этой кассетой. 8 красных площадей в Москве одной кассетой этой можно накрыть. Судя по тому, что я вижу на этом видео. 28 футбольных полей. Я не пойму, то ли я где-то ошибся. Я сейчас просто покажу дальше и само видеозапись и методы расчета свои. То есть, я не понимаю, это что за фига тень. Один снаряд покрывает просто в порошок. В общем, смотрите, сейчас будет и само видео, где я мог ошибиться. Откуда такие нереальные. Так, вот это у нас высоко снимается. Ну, в общем, вот первый пошел взрыв. Я ускоряю. Там хорошо будет видно на втором прилете. Вон она же. Вон. Видно, вот он. 1 час 37, 1 час 36, 1 час 37. Вон он на середине экрана второй прилет. О! И вот мы смотрим. То есть, видно вот развилка этой дороги, да? Он стоит какое-то предприятие, развилка двух дорог. Вот, да, вот здесь. И получается, нам легко замерить, что у нас примерно с этой развилки, проведите параллель по темному полю и аж до посадки. По посадке по деревьям можно посчитать, на какую дальность. Вот запоминаем эту картинку. То есть, у нас есть дорога, у нас есть сарай, у нас есть поле покрытое чуть ли не до вот этой черной полосы. На фоне серая полоса покрыта аж, видите, вот здесь посадочка эта идет. Относительно ее будем ориентироваться. Открываем угол ос. Вот у нас этот сарайчик. Это Рогово, Луганская область. Видно, да? Река Идар. Вот этот наш сарай, производственное помещение, ангар, называйте как хотите, развилка дороги. Вот это поле, на которое прилетел второй разрыв. То есть, относительно вот здесь где-то измерить. Вот здесь где-то приземлился и вот до сюда где-то шел разрыв. Я думаю, чтобы все согласятся с этим. Четыреста пятьдесят метров, как минимум. Диаметр, посчитайте, площадь, там получится под двести тысяч километров квадратных. Это как вообще такое? В общем, и видно, да? Смотрите, что этот взрыв получился, это не то, что он воздушный был, да? То есть, я думал сначала, может это в воздухе взорвалось, а я проецирую неправильно просто это с большой высоты, как бы тень. Как будто, да? Ты если тень от яблока, фонариком на яблоко посветишь, то тень от яблока на полу будет гораздо больше, чем диаметр самого яблока. То есть, я думал, может тот же самый эффект разрыв в воздухе, но как в этом видео же видно, что это именно там вспахало землю. Что это за смертельное оружие такое? Жуть какая! В общем, вы сами можете легко найти это видео и проверить и сказать, где же я не прав. Хотя, по-моему, я прав. Получается, один снаряд уфигачивает. Это просто капец. Не дай бог, что против нас такое воевало. Ладно, в общем, если кто что знает, подскажите, как так получается. Невероятное какое-то совершенно. Поле поражения, площадь поражения. Так, 200 тысяч у Атаканца, площадь поражения 200 тысяч у кассеты. Я в шоке. Так или нет? Кто-то скажите мне, где-то данные взять можно?